приветствуемые под партнеры коллеги и так мы начинаем второе видео второе видео всегда у нас будет посвящаться тому что мы реагируем на те просьбы которые вы нам оставляете в комментариях ну и соответственно будем разбирать валюты те которые вы просите то есть вторую валюту скажем так второго эшелона там как угодно их можно назвать поехали начинаем с его со сегодня будет обзор еще помимо комода и эфир classic попросили глянуть буквально только что и мы его сейчас конечно же затронем поехали по элсу прежде всего общая ситуация видим что валюта молодая то есть буквально он мы совершенно недавно там июль месяц начались до полетели сразу там выстрел был вверх вниз то есть все вниз упали уже в дно как говорится откуда стартанули туда пришли и вот теперь начинается новый этап формирование каких-то цивилизованных так сказать рыночных отношений давайте смотреть что у нас проект произошло что у нас есть вообще что нам рынок предлагает поехали таймфрейм 4 часа то есть это среднесрочная перспектива поэтому в принципе можно рассмотреть можно видеть что у нас есть какой-то какие-то общие тенденции общий тренд так сказать то есть что-то какая-то общая направленность есть некоторые первые движения виден первый пяти волновой цикл уже сейчас и этот пяти волновой цикл первое что и самое главное что он нам дал это зону глобального стоп-лосса в будущей восходящей тенденции давайте ее отметим 170 грубо говоря давайте сразу же поставим на нее здесь ценовую отметку или напишем что это такое давайте так текст берем сношка есть и здесь ставим stop line доллар 71 . 70 доллар 70 даже доллар 69 доллар 69 есть окей теперь давайте рассматривать ситуацию конкретно сейчас это этот этот стоп лосс касается будущих движений вверх давайте мы их тоже распишем сейчас сразу же я сейчас поменяю цвет цвет вот этого пяти волновика потому что он будет но эта схема конечно сами понимаете поймите правильно эта схема то есть это не нужно брать что это вот такой вот будет супер милене отлично и поставим наверное отображение и поставим стиль давайте желтеньким его наметим вот так вот и ok есть вот что у нас пока на данный момент есть это в общем это глобально это много это большое что-то поехали то есть вот эти здесь не меряйте пожалуйста ничего эта схема это просто расписано что у нас получилось сейчас теперь мы сейчас рассмотрим волну один собственно говоря и спрогнозируем волну 2 поехали переходим для этого соответственно на более мелкий таймфрейм я думаю два часа хватит и поехали смотреть что у нас получается теперь так теперь надо увеличиваться вот так вот хотя бы есть поехали первая волна 3 себя показала прекрасно превосходно вот здесь вот волна 3 закончилась вот тут вот этот пик это и есть волна 3 все остальное это уже волна 4 пошла какая-то неправильная некрасивая нехорошая ну как всегда что свойственно для волны 4 но и потом соответственно была волна 5 поехали все это расписывать волна 1 сейчас мы его поменяем так какая волна 2 3 4 и он на 5 есть теперь меняем это все дело стиль второстепенный цвет синенький окей есть получили мы тот самый 5 волновую пол 5 волновую структуру волны 1 в глобальном тренде теперь нам необходимо уточнить где же мы будем на волне 2 напоминаю волна 2 имеет ориентиры четкие то есть это волна 4 собственно говоря и волна 4 волне 3 но в принципе то что получается это вот приблизительно вот эта вот зона то есть так приблизительно чтобы мы понимали куда у нас летит но я такие такие отметил и из куда у нас летит волна 2 это вот в этот район пока пока мы то есть тот те ориентиры которые те ориентиры которая говорит волновой анализ они говорят о уровнях 70 то есть 80-80 93 цента но такой разлет великоватый но ничего вот вот принципе вот то что нам говорит волновой анализ теперь давайте проверять этот же волновой анализ с помощью уровней и коррекции фибоначчи есть 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 коррекция фибоначчи говорит нам о уровнях гораздо выше этого вот здесь видите 38 61 вывод начинать покупать для волны 3 можно начиная с уровня доллар 27 этот вот этот вот вот эту зону мы отсюда убираем мы знаем что она у нас есть то есть она у нас есть мы не знаем мы ее будем к так сказать о ней будем помнить но фибоначчи говорит о других уровнях а вот этой зоне давайте мы ее обозначим другим цветом красненькую и возьмем но вот так да то есть фибоначчи говорит о вот этом уровне поэтому ну зоне а вот этой зоне та которая говорит волновой анализ немного ниже какая из них оказывает окажется актуальной честно я не знаю пока не знаю рынок пока не дал во-первых нам никакой информации о том куда она будет идти сюда почему потому что мы в стадии только формирование волны а ну и соответственно когда у нас формируется волна а б мы уже будем тогда понимать что у нас происходит давайте ее сразу же распишем что просто оставить картинку в памяти к грице картинку мы оставим как-то вот а б и давайте вот сюда на 0 5 поставим c и поставим его красным цветом чтобы понимать что что нам ждать есть я его специально оставил в районе доллар двенадцать доллар пятнадцать до грубо говоря волну c но будем следить за развитием ситуации соответственно уже делать выводы вот приблизительно такая ситуация у нас сейчас складывается по эосу если кто-то захочет зайти на волне 1 до на волну извините на волну б на входить вы знаете вот вроде бы и хочется и хотелось бы сказать что да но давайте попробуем просчитать волну б почему нет перехожу для этого на более мелкий таймфрейм еще более мелкий и попробуем посчитать волну б попробуем не знаю что из этого получится но ну что вам скажу вот вот как я поставил волну а вот так приблизительно она и работает так есть так есть все и так что мы имеем по волне б уровень 138 выход из волны б 1 50 12 центов даже не 10 процентов да ну ну в общем партнеры я не стал бы брать волну бы честно мало всего мало не хочу даже не говорит поэтому получаем такую знаете вот ситуацию когда не трогайте волну бы вот просто не берите и давайте дожидаться уже вот этих вот зон вот этих зон то есть доллар 10 доллар 2 доллар 25 до грубо говоря доллар 10 доллар 25 вот сюда дожидаться и здесь уже покупать полностью нам в волне 3 общего 5 волновика глобального который мы уже видели знаем и понимаем что это такое то есть ждем вот этого уровня вот этого красненьким обозначено красненьким обозначена уровень 1 0 97 1 25 то есть доллар доллар 25 давайте берем серединку серединку серединка у нас получается доллар 12 вот доллар 15 входите спокойно и ждите волну 3 то есть эта волна максимизации прибыли есть соусом я думаю разобрались поехали следующий комода на закуску эфир классик у нас остался подготовился я немножко знать так посмотрел просто краем глаза глянул что здесь творится написал вот такое слово ничего не понятно вот прямо вам скажу вроде бы идем вверх вроде бы все нормально вроде бы как бы что то есть пользоваться анализом по типу знаете есть такой вид анализа технически называется будете на рассмеяться да я волновой анализ не отношу к техническому он учитывает слишком много факторов которые к технике не относится так можно воспользоваться вот такой штукой где ты здесь видел ну давайте без нее обойдемся там типа трендовый канал что такое линия тренда давайте возьмем и сделаем вот так можно вот это как-то поставить принципе можно до отталкиваясь от нее входить можно я знаете почему не хотел бы сюда лезть просто лезть бы сюда не хотел потому что я не вижу здесь волновых циклов как-то не видно их явно то есть четко нет видимости того что есть что-то волновое какая-то волна 3 вот здесь давайте это слово уберем отсюда нецензурная вот какая-то волна 3 здесь вроде бы как бы попадает под признаки ждать сейчас волну 5 выше ну в принципе можно волна 1 где волна 1 вот ее просто невозможно отсюда извлечь я ее не вижу сказать что это волна 1 нет это не волна 1 вот эта волна 1 ну наверное может быть если это волна 1 давайте и но отметим как то что похоже до под признаки попадают волны 1 соответственно если это волна 1 уровень 59 центов это стоп это глобальный стоп сейчас если войти правильно грамотно да то надо входить где-то но ударимся вот эту фиолетовую линию тренда и принципе входи уровень доллар 80 доллар 80 60 центов доллар 80 60 центов вы представляете копать потеря какая смысл в нее входить переставить стоп вот сюда вот сюда вот чуть ниже мы волне тогда 4 волна 4 характерно сбоя срывом стопов вот здесь уже и сорвали ребяткам ребятки здесь уже входили им порвали что-то понимаете какая ситуация то есть вот вот так провести так даже правильнее да получается получается так правильно неопределенность ребят вот честно вот такое вот ощущение нехорошее просто когда смотришь и это знаете не интуиция а вот именно вот не попадает она под классический какой-то анализ который может показать да мы вроде бы растем да да вроде бы рост но где войти нет понимания когда вот то есть это уже не интуиция тоже просто смотришь и понимаешь что вот не то нет здесь каких-то вот явных таких четко просматриваемых шагов отсюда вывод но не ходите вы в такие ну и комода 20 там какая-то в списке я не помню я только что открывал и смотрел там она какая-то 20 какая-то в списке то есть ну вот такого рода вот то есть и валюта 2 эшелона вот неопределенность не ходите у нее кто вошел кто вошел ну поставьте вот сюда стоп 1 доллар 2 цента 1 доллар поставьте стоп позицию другого я здесь просто не вижу ничего вообще ничего 220 и 1 доллар в два раза потеря 50 процентов нехорошо абсолютно то есть плохо здесь все вот некрасиво не лежит к нему ничего поэтому анализировать его вот это это мое мнение я сюда ходить не буду советовать соответственно кому-то входить где-то но это просто кретинизм и бахвальство поехали смотреть по по эфиру классику на эфир классик мы я оставил кое-какие тут записи с прошлого раза то есть мы разрисовывали наш пяти волновик при этом говорили что волна 5 эта схема что у нас есть на самом деле то есть я давал целевую зону 1640 как видим сначала мы к ней под приблизились плотную потом ушли от нее вот с систем обвалом на волне 1 я убрал но он 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 есть этот уровень я его по ошибке удалил вот здесь вот двенадцать тридцать двенадцать десять у нас находится стоп линия глобальная это касается вот этого 5 волнового цикла глобальная 5 стоп линия значит что что у нас есть на данный момент значит мы я расписывал вам волну 12 это то что нам нужно увидеть когда мы были еще здесь это вот эта штука еще тех момент времен когда мы здесь были значит я вам расписывал 1 2 3 4 да то есть у нас что-то должно происходить и 5 там и целевую зону мы поставили 1640 но она все полетела еще выше я на 1640 выходил сразу он говорит у себя покинул его и даже раньше я уходил раньше вышел то есть я что-то в общем я уже не могу вспомнить ладно не в этом дело где я выходил что делать сейчас гораздо главу главнее и гораздо полезнее итак поехали первое значит убираем эту зону но уже не нужно она уже потеряла актуальность и теперь давайте посмотрим что же у нас есть на самом деле первое мы расписали с вами немножечко возвращаюсь назад чтобы мы увидели что у нас вообще происходит что у нас творится первое мы с вами расписывали эти пяти волновики и вот здесь я нарисовал опять-таки повторюсь я нарисовал схему то есть это схематически показано что там нас ждет впереди схематические показал что у нас вот волна 5 до какая-то отработанная потом было abc сейчас опять что-то произошло я сказал что вот это вот схема у нас давайте уберем этот красный он нам мешает ты себя еще 1 раз рисовал то есть вот 5 волновики схему то есть что нам ждать что нам ждать в реальности давайте смотрим что нам рынок сейчас дал и что он показал первое рынок показал волну 1 безоговорочно рынок показал волну 2 безоговорочно рынок дал вал внутри сейчас соответственно волна 44 я подозреваю что мы еще ниже скатимся но ниже чем вот эта линия 12 мы не уйдем то есть мы не должны уйти если мы уходим под эту линию все сценарий меняется кардинально то есть если у нас срабатывает здесь стоп сценарий вот этот полностью отменяется практика что будем делать первое давайте посмотрим на волну 2 волна 2 у нас вот страшная растянутая непонятно что да то есть вывод волна 2 у нас представляет из себя сложную коррекцию что будет из себя представлять волна 4 волна 4 должна представлять из себя четкую зигзагообразную структуру правило замещения если волна 2 вот такая то волна 4 должна быть нормальная то есть правильная давайте рассмотрим волну 4 переходим на меня меньший таймфрейм и будем ее раскладывать на полочке что нам волна 4 уже показала для того чтобы ее расписать нам конечно же нужен коррекционный цикл а б и какой-то c до чуть чуть ниже а вот что такое должна расписать нам волна 4 вывод где входить вот с волны а в принципе можно и входить 13 1350 1360 да даже 14 долларов ходите бухнем там те копейки то есть она не имеет большого значения грубо говоря 14 долларов зона входа давайте и давайте ее обозначать стоп никто не отменяет при этом предупреждаю то есть я стоп линия это святое то есть ее я не убираю стоп позиция у нас уже обозначена все она больше коррекции не подлежит корректировки есть и теперь давайте нарисуем сюда сношку и напишем здесь что у нас что это бай зон май ухты пишет игнорируй бай зон бай зон и ставим 14 долларов 14 долларов окей есть есть входим мы в 4 в 4 волне входим 14 долларов для того чтобы что забрать пятую волну в полном составе для того чтобы забрать пятую волну в полном составе что у нас есть еще помимо того всего уровень сейчас 1680 давайте предположим кто кто-то кто-то хочет войти но вообще что мы будем входить в рынок да предположим что буду лично делать я и так у меня есть сумма которую я хочу вложить в эфир classic эта сумма равна 10 неважно чего я вам скажу прямо что буду делать я я войду сейчас 5 5 войду сейчас и 5 войду с 14 почему 5 я войду сейчас объясню я могу сейчас уже ошибаться могу и на самом деле волна 4 раз два три уже закончилась вот это было провал вверх и вниз а сейчас мы на самом деле находимся в волне 12 волны 5 может быть такое может чтобы не пропустить 5 войду сейчас 5 войду на 14 обоим этим ордерам тут же поставлю продажу на 12 долларов все вот практическая рекомендация я сейчас ее исполнить исполню то есть 50 процентов той суммы которую я хочу входить я войду сейчас и 50 процентов я войду на 14 долларов практическая рекомендация сразу что делать где выходить пока не знаю но выходить я буду в волне 3 волны 5 скажу прямо волна 3 волны волны 5 станет для меня причиной выйти из рынка полностью вы знаете как я отношусь к волне 5 это манипуляционная волна от самого начала до самого конца но до волны 3 в этой волне можно себя чувствовать комфортно спокойно все что в принципе вы заказывали мы посмотрели и ос посмотрели комода посмотрели эфир classic только что попросили посмотрели всем всего наилучшего оставляйте ваши комментарии палец вверх делитесь видео подсказывайте своим друзьям знакомым до завтра